Это порода молочных коров. Аллатоу дает от 15 до 20 литров молока в день. По словам жителя Карасуйского района Мамаджалила Токурова, много лет занимающегося молочным животноводством, в последнее время число молочных хозяйств сокращается. Поскольку сейчас есть и летнее зимнее молоко, летнее молоко подешевле, зимнее подороже молоко, которое коровы дают до 1 апреля, считается зимним. Коровы у нас ходят на пастбища только 5 месяцев летом. В остальное время мы кормим их сами. У фермеров много расходов, поэтому многие уходят в мясопереработку. Но молочное производство надо сохранять и наращивать. Молоко традиционно является одним из основных продуктов питания для кыргызстанцев. На сегодня страна обеспечивает себя молочной продукцией на 50-60%. Как отмечают эксперты в области сельского хозяйства, сегодня самое время увеличить количество производителей молочной продукции. Молокоперерабатывающие предприятия в той же Ожской области выпускают качественную продукцию. Например, завод «Джиты Батыр» в Карасуйском районе имеет мощность по переработке до 5 тонн молока в сутки. Раньше мы с одного села получали порядка 100 литров молока. Теперь мы можем взять до тонны. Хотим развивать свой потенциал. Нам требуется больше молока. Если раньше мы продавали свою продукцию только в южном регионе, то теперь уже во всех областях страны и в Бишкеке. Сейчас ведем переговоры и с Узбекистаном, и Таджикистаном. Сегодня на предприятии работают 50 человек, которые производят в общей сложности более десятка разных видов молочных продуктов, в том числе кефир и творог. В национальной программе развития страны до 2026 года особое внимание уделяется поддержке производителей, обеспечивающих население продовольствием. Основным направлением в развитии аграрного сектора является кластерное, а именно создание в общей сложности девяти крупных кластеров государственного уровня по производству молока, зерновых и другой продовольственной продукции. Министерство сельского хозяйства планирует выделить миллиарды сумов на кластерное развитие. Сейчас над этим работают. Это тоже поможет обеспечить продовольственную безопасность. Ожская область обеспечивает себя зерновыми на 40%. В этом году мы покупали тысячу тонн зерновых из Узбекистана. В ближайшие два года мы должны обеспечить себя зерном полностью. Также глава государства потребовал увеличить посевные площади в регионах. Ячмень и пшеница в Ожской области в этом году заняли более 61 тысячи гектаров. Тем не менее, по мнению экспертов, сегодня Кыргызстан зависит от импорта продовольствия из-за отсутствия единой программы обеспечения продовольственной безопасности в стране. С одной стороны, это влияет на удорожание стоимости товаров. С другой, качество импортной продукции не дотягивает до отечественного. Сейчас многие привозят импорт, но качество этой продукции, которая рассчитана на долгое хранение, конечно, хромает. Лучше всего производить продукты питания самим. Это и экологически чисто, и безопасно. По мнению аграрии, в Кыргызстан в ближайшие два года сможет обеспечить себя пшеницей, молоком, маслом, сахаром, овощами, фруктами и другим продовольствием на 70-80%. На развитие аграрных кластеров правительство намерено выделить 9 миллиардов сомов.